Веселая вдова 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 Во все времена сцены и актеры были на первом месте в театре. Теперь личный портрет из копилки именитого художника появится у каждого актера. По случаю праздничной даты, картины подписаны искренними пожеланиями, обращенными к будущими их владельцам. В Национальный музей Республики Казахстан состоялся мастер-класс по глинотерапии для школьников с особыми образовательными потребностями. Занятие прошло в рамках проекта «Музей и мы» секретами мастерства с ребятами поделился гончар Азамат Скаков. Детям мы даем стандартные задания в зависимости от их возможностей. То есть это лепка геометрических фигур. Если у детей есть сохранный интеллект, то уже что-то посложнее задание. Какие-то грибочки, животные, домики и так далее. И по одному дети пробуют работать за гончарным кругом. То есть это новые тактильные ощущения от вращающейся глины. И возможно в будущем это будет какая-то профориентация, если они смогут делать сосуды, допустим, заниматься на производстве в организациях у социальных предпринимателей. Лепка является элементом арт-терапии. Она дает положительные эмоции и развивает творческие способности ребенка. Мастер-класс организован реабилитационным центром «Ерикщебалалар» и сотрудниками музея. Следующий мастер-класс мы планируем провести в декабре. Хотим посвятить его новогодним праздникам. Возможно, будем рисовать открытки, делать игрушки, занятия еще обсудим с ребятами. Подобные мастер-классы, говорят организаторы, улучшают и навыки общения. Детям важно встретиться, пообщаться с ровесниками и найти друзей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова